Здравствуйте, Шавутофа, Гутовох, хорошая неделя. У нас 203-й урок по Мишлей. И мы на самом деле находимся в середине. Мы прочитали Мальбима на первые восемь суким. А в Вильнюсском Гаоне мы остановились на третьем посуке. То есть первые два мы прочитали, а третий нет. Третий поток говорит, не возжелай, надо сначала. Если сядешь кушать пищу с властелином, то хорошо присмотреть, что перед тобой. Представь нож глотки своей, если ты алочная душа, если по-нашему, то если бы альтаева. И не возжелай явств его, ибо то хлеб обманчивый. Не домогайся разбогатеть и оставь твою мысль. Начнем с третьего посука. Теперь я его произношу на лошонокодыш. Альтит аф лимэтамат аф вэгу лэхем ксавим. Не занимайся таевой, возжеланием его, матаматав от слова там вкус, всяких вкусностей, которые на русском переводится словом явствую, я не знаю точно этого слова. А это хлеб лжи. Объясняет Гаон Мивильно. Пусть тебя не... Да, попробуй переведеть на русский язык. Пусть не сильно возникает против тебя твой яцаргора. Пусть твой яцаргора не очень тебя соблазняет. Ама искини им лмат лошем ганаа о рабанут. Я должен напомнить, поскольку прошло уже некоторое время с прошлого урока, на прошлом уроке мы обсуждали, что Гаон перевел эти псуким из плоскости пшатов, плоскость немножечко мишлей, то есть примеров. Собственно, Альбин сделал то же самое и сказал, что речь идет о том, что тебя угощает яцаргора, который твой властитель. И вот когда он тебя угощает, нужно аккуратно относиться к его угощению. Гаон переведет это в данный момент, он это сделал еще в прошлый раз, но сейчас он как бы повторяет и уже переводит это совсем так серьезно, в вопрос, связанный с изучением Торы. И говорит, что когда ты изучаешь Тору, ты не должен ее изучать не лошем рабанут, не для того, чтобы тебя называли рабом, не для того, чтобы тебя называли еще что-то, не для денег. Ты должен изучать Тору, чтобы выполнять миссу, которая называется изучение Торы. И вот теперь он говорит, что если яцаргора во время изучения Торы начнет себя соблазнять всякими сладкими и вкусными вещами, то есть скажет тебе, давай ты будешь учиться лошем во имя Гано или рабанута, ради получения удовольствия или ради того, чтобы тебя называли рабом. Но называли рабом это не всегда только название раб, это еще может быть некое уважение при твоем входе, кто-то встает, просто обалдеть, какое счастье, или что-нибудь подобное, которое происходит из-за того, что тебя уважают, подвозят, сажают и так далее. То когда яцаргора тебе предлагает, учи Тора, ты получишь от этого удовольствие, учи Тора, ты будешь из-за этого большим человеком, то и человек, речь идет о человеке, который получает массу удовольствия во время изучения Тора. То в этой ситуации душа твоя должна гореть, как угли, чтобы ты любил и говорит тебе, вейцаргора, что ты будешь учить Тора с большой любовью, и это очень позитивно. И из-за того, что ты получаешь Гано и понимаешь, как это тебе выгодно, удовольствие и выгода вместе, то в этой ситуации получится, что твое изучение Тора и любовь к Торе очень увеличится. Поэтому это правильно. Учит Тора для того, чтобы получить хорошую оценку на экзамене, учит Тора для того, чтобы тебя назвали рабом, учит Тора для того, чтобы, поскольку ты очень любишь это делать, ты получаешь удовольствие, поэтому учи Тору. То что ты должен ответить в этот момент в яцаргоре? Отвечает Гаон и говорит. Ответь на его слова. Аль-Ти-Та в посоком измишли. То есть то, что сейчас нам произнес Шлома Амеллах, это и есть ответ на эту Тану, на это требование Ецаргора, учит Тора для удовольствия и для рванута. Аль-Ти-Ту ми-Таматав. Не пробуй, не возжелай его, явств его сладостей. Почему? Потому что шны дворим и вгом бэха. В этом случае, если ты учишь Тору из удовольствия или из того, что ты хочешь назваться рабом, то тебя будут подстерегать два, две проблемы. И они не просто будут подстерегать, они сделают понятие, которое называется бгам. Бгам это на иврите изъян. То ты получишь из-за этого изучения Тора два изъяна. Первое, что во время, когда ты учишь Тору, твоя кавана будет для каких-то поворотов и направлений гавы, ради гордыни. Это первый изъян. Ты тем самым будешь выращивать свою гордыню. Второй инъян. Тем обманом, который обманет тебя Ецаргора, это будет хлеб, который называется лэхэм ксавим. Хлеб лжи. То есть, во время, когда так случится, короче говоря, что через какое-то время с тебя будет снято ельмо Торы, и ты обратишься, не дай бог, к каким-то пниот. И не будешь учиться вообще. То есть, изначально ты учишься для того, чтобы получить звание, должность, уважение, зарплату, просто удовольствие. Конец такого учения Торы, если ты учишь для этого, конец очень плачевный. Человек перестанет учиться вообще. И об этом сказано, что вся агаба, это цитата из Перкеавод, очень известная Мишна Перкеавод, всякая любовь, которая зависит от какой-то вещи, если эта вещь исчезнет, то исчезнет и любовь. И об этом сказано. И рад гашем тагарао мэдет лаат. Человек, который боится Всевышнего, этот страх перед Всевышним, он является чистым, и он остается у человека навсегда. Пируш, объяснение, что есть две майла, два плюса, две высоких ступени, когда человек учит Тора из-за любви, вернее, из-за страха перед Всевышним. Первое, что во время изучения Тора он учится ботагара, он учится в чистоте, то есть без каких-то свертываний с дороги Тора в какую-то другую сторону. это первое, и тогда это приводит ко второму, что Тора, который он выучит, будет у него навсегда. То есть, она ни от чего не зависит. Есть человек, который учит, ему нравится, учится, не нравится, не учится. Соответственно, в этой ситуации когда-то разонравилось, и все, кранты. И это то, о чем сказано. Не надо вкушать явст со стола Ецар-горы, со стола властителя, как мы договорились. Потому что даже во время, когда он учится, то есть во время, когда он занимается Торой, здесь есть изъян, здесь есть ра. И также, когда выучит он уже, это окажется лехом к завим, это окажется хлеб лжи, что после того, как его желание и причина, по которому он учит Тора, кончится, то он перестанет учиться полностью. Это комментарий Гаона. Здесь есть некоторые добавки к этому комментарию, которые привели разные Мефоршем. Но я бы хотел остановиться на такой вещи. Мне вообще-то казалось, что я это говорил в прошлый раз, но точно я не помню. Здесь сказано, есть такой, по-моему, я почти наверняка это говорил, но раз уже начал, то буду продолжать. Есть такая, как бы, не знаю, как это назвать, лох-то уйдет. По-русски есть такой список опечаток. Такое бывает в некоторых книгах. Здесь это не опечатки, а возможные ошибки, которые человек может сделать, прочитав этот комментарий Гаона. И в одной из списка возможных ошибок написано. Она издана в первом издании «Комментарии Гаона на Мишле». В моем издании его нету, поэтому я беру из другого места. Там написано, что вот в 23 главе втором пасуке написано, что Аль-Ти-Тех, написано то, что мы сейчас прочитали, что человек, который учит Тору Лоли Шма, у него будет два изъяна, поэтому нельзя учить Тору не во имя Торы. Написано в списке опечаток, это сам Гаон дописал. Аль-Ти-Техас Вишолом. Не бойся, не ошибись, не дай Бог, сказать, чтобы человек во время, когда Эсер Гора к нему приходит и приглашает, давай учиться, потому что тебе это нравится, или давай учиться, потому что ты станешь большим равом, и тебя будут с уважением к тебе относиться, или тебе дадут зарплату главного раввина Израиля, или что-нибудь в этом духе, то не ошибся, не дай Бог, что в это время вообще нельзя учиться. Хас Вишолом. Это не имеется в виду, безусловно, ты должен продолжать течить Тору, несмотря на наличие Есер Горы. Но ты должен, Ти-Асер это смеха, Ти-Асер это слово, дословный перевод, это изнуряй себя, но это слово Ти-Асер происходит, это слово мусар, то есть заставь себя учить Сифрей Мусар, книги Мусара одновременно с твоим изучением Торы, до такого состояния, чтобы Есер Гора не бросила тебя. Сифрей Мусара очень принято в мире считать, что мусар это наука о морали отношений между людьми, но в данном случае, и очень часто это так, во всяком случае, в мусаре, который нам дает Гаон, Мальбим в книге Мишлей, которые они называются Сифрей Мусар, здесь говорится о мусаре в качестве той части Торы, которая приводит человека к Ирад Шамаем, к боязни Всевышнего. То есть, ты должен учить те Сифрей Мусары, которые приведут тебя к боязни Творцу, и тогда ты начнешь учиться, уже идя по путям Всевышнего. И это достигнешь три ступени, три дополнительных уровня. Таким образом, Гаон хочет нам сказать, что когда ты приходишь кушать к властелину, то есть, когда Ецер Гора тебя угощает, одно из угощений Ецер Гора, которое у людей, которые ущут Торы, естественно, более частое, чем угощение, «пойдем, сделаем Аверу», Ецер Гора редко обращается к человеку с предложением напрямую делать Аверу. Обычно приходит в Толите и Твилин, одевается в красивую одежду Митсву и говорит, «пойдем, сделай Митсву». И вот Ецер Гора приходит к человеку, который весь находится в углубленном изучении Торы и говорит, «учись еще лучше, за это ты получишь рабанут, или тебе же нравится, так давай учи Тору». Человек должен взять и начать учить книги Мусара, прибавить к изучению Торы дополнительно какие-то книги Мусара, книги учащие, обучающие тому, что такое Ирад Гошем, боясь Всевышнего, для того, чтобы выйти на ступень изучения Торы Лошем Шамаем во имя Торы. Теперь, здесь есть еще пара вещей, на которых надо остановиться, одна может быть. Есть Гемора в трактате Псохим, которая говорит, что человек, который учит Тору не во имя Торы, пусть лучше не родится на свет. Другая Гемора говорит, что пусть всегда человек учит Тора и делает митсвот не во имя Торы, потому что из того, что он это делал не во имя Торы, он придет к тому, что будет делать во имя, Всевышнего во имя Торы. Как эту Стиру, это противоречие, можно объяснить, ответить на этот вопрос. То есть, с одной стороны, человек, который учит Лоли Шма, лучше бы не родился, с другой стороны, пусть учит Лоли Шма, для того, чтобы прийти к тому, чтобы учит Ли Шма. Отвечает Тосфос на этот вопрос, что существует два Лоли Шма. Два не во имя, одно не во имя. Это то, что человек учит, например, чтобы стать Равом, то, о чем говорится здесь, в Пасуке, или то, для чего, чтобы ему, потому что ему очень нравится, чтобы получить удовольствие от изучения Торы и так далее. Такой человек, пусть продолжает учить Тору, как мы с вами договорились, но присоединит к этому что-то еще, для того, чтобы научиться учиться Ли Шма. Это первое. И про него скажется, пусть он учит Тора, потому что эта Тора сама приведет его к изучению Торы Ли Шма. И есть второе кусочек, второе состояние Ли Шма, которое говорит о том, что человек учит Тору, для того, чтобы найти в ней какие-то изъяны, ошибки, и показать людям, насколько в Торе много ошибок, странностей, неверностей и так далее. Такие люди бывают. Сегодня, наверное, их все меньше и меньше, потому что уже либо учишь, либо не учишь, научить, чтобы искать Торе ошибки становится все глупее и глупее. Хотя такие люди бывают. В свое время я видел книжку Зиновия Коседовского «Библия для верующих и неверующих», где товарищ Коседовский, как он считал, нашел всякие неурядицы в Торе и пытался всем их показать, рассказать и так далее. Честно говоря, даже в детском возрасте, в старших классах, я не помню, в каком-нибудь восьмом-девятом классе, наверное, в восьмой классе, просматривал эту книжку, прочитал старин 10-15, поскольку настолько туповатенько написано, что неинтересно. Можно там попытаться спорить с чем-то, что интересно, но какая-то глупость, она глупости, глупости, все. Но когда мы касаемся того, о чем я говорю сейчас, о двух видах Торыш и Лоли Шма, о них говорит Гемора Псохим, Тосфос, но о них не говорит сейчас Шлома Амеллах. Так, как объясняет Гаун Шлома Амеллаха, это речь идет об изучении Торы, Лоли Шма, то есть, чтобы стать Равом, чтобы стать, ну, чтобы получать удовольствие за изучение Торы. И об этом сказано в Мишлей, что ты должен гнать от себя эту Яцаргору, потому что это Тора, Тора Тксавим. И это немножко странно, потому что Гаун объясняет, что два изъяна образуются. Во-первых, Тора, которую ты учишь, она будет не совсем совершенна, и во-вторых, в конце концов, ты перестанешь учиться вообще. Гемор Апсохим, во всяком случае Тосус, говорят, что пусть человек всегда учит Тору таким способом, потому что из того, что он выучил Лоли Шма, Роди Ца Лишма. А нас предупреждает о том, что сейчас в Мишле Гаун предупреждает, что когда мы учим таким образом и не меняем себя, то в этом случае ты придешь к тому, что ты вообще перестанешь учить Тору. Что можно на это добавить? Что Гемор Апсохим говорит не о человеке, который... Наш пасук, по мнению Гауна, он говорит о человеке, который учит Тору постоянно, только Лоли Шма. У него нету идеи такой, что вот надо выполнять миссию изучения Торы. Он начал с этим, потом все закончилось, и он учит для того, чтобы получить хорошую зарплату, для того, чтобы перед ним вставали при входе в Бет-Медраж. Это его единственная кавана изучения Торы. А Гемор Апсохим говорит о том, что человек в основном учит Тору Лишма. Но бывают такие кусочки времени, когда приходит Ецар-Гара, и он хочет стать раввином, хочет т-т-т-т. Об этом сказано. Ничего страшного, учи Лоли Шма, потому что в конце будет Лишма. Так объясняют комментарии Гауна, этот кусочек, для того, чтобы не было стиры, противоречий между Тостом и Вильнюсским Гауном. Но теперь, поскольку я все это вот так вот рассказал, пока я рассказывал, я понял, что здесь я как бы сам рожаю определенную ошибку в понятии Тора Лишма, потому что из моих слов можно сделать вывод, и такой вывод делался неоднократно, разными людьми, что Тору нельзя учить, получая удовольствие от изучения Тора. Что это... То есть что значит нельзя? Можно, но надо одновременно учить книги Мусара, для того, чтобы перестать получать удовольствие от изучения Тора и учить Тору во имя небес, потому что есть распоряжение Всевышнего, а самому мне это обрыгло, я бы сам в жизни не взял, и мне неинтересно, и так далее. А вот я вынужден сидеть, потому что сказал Гошем, и я делаю это Лошем Шамай во имя небес, и это хорошо, и правильно, и здорово. Такое впечатление возникает из того, как я зачитал Гауна, и как его объяснил, мне так кажется, что такое объяснение может возникнуть, потому что Гаун подчеркивает, что если человек получает Гану от изучения Тора, и учит ради этой Ганай, ради того удовольствия, которое он получает, то это называется Лолишма. Это ошибка, которая возникала неоднократно. Я не приготовил, я не уверен, что здесь есть такая книга, Игл и Таль, ты не знаешь, такое нету. Значит, здесь, скорее всего, нету этой книги. Игл и Таль, это книга такого хасидского посока, который Авнейнезер, у него есть Шейлот, вот Шивот Авнейнезер, очень своеобразный Шейлот, вот Шивот, очень высокого уровня. И он написал Игл и Таль, книжку по законам Шабата. Эта книжка вся ломдус, вот не сухие законы, как знаете, это можно, это нельзя, а объяснение Сугьот Геморы и вывод их до Галохил и Майса, периодически он спокойно, не стесняясь, как все охроним, собственно, халек на Мишну Бруру. И, ну, там рождаются очень интересные сворот Шабата, и в Шабате это одна из таких в охроним очень изучаемых книг. Так вот, в этой книге Игл и Таль, в предисловии к книжке, он пишет об изучении Тора Лешма. И пишет о том, что человек, который учит Тору, и у него может выскочить такое вот понимание, что изучение Тора Лешма, удовольствие от изучения Талмуда, оно противоречит понятию Лешем Шамаем во имя небес и во имя изучения Тора. Он пишет, что хасвы шолом, хасвы халила, это сказать не дай бог. Человек, во-первых, он не может изучать Тора, если он не получает удовольствия. Изучение Тора, когда тебе это не нравится, это гейном, такой серьезный гейном, заставить человека учиться, который не может и не хочет учиться, и ему это скучно и неинтересно, ничего страшнее не придумать. Он пишет о том, что когда человек учит Тору ради того, чтобы получать удовольствие от Торы и старается во время учебы получить удовольствие от Торы, но учит, потому что это заповедь Всевышнего, и внутри заповеди Творца изучения Торы находится получение оно удовольствия от изучения Торы, это и есть изучение Лешма, это и есть изучение во имя Торы. Гаон же, когда объясняет сейчас у нас пасук Мишли, он говорит о человеке, который учит ради удовольствия, а не потому, что есть Митсу учить Тору и получать удовольствие. Он учит, потому что ему это нравится, он балдеет, ему хорошо, и его совершенно не волнует Иньян вопрос Митсвы. Вот это называется изучением Шилоли Шма. Но когда человек учит Тору для получения удовольствия, потому что Митсу получить удовольствие, это не имеет никакого отношения к тому, о чем сейчас говорит этот пасук и о комментарии Гаона на этот пасук. Это и есть изучение Торы Лешма, потому что Лешма это получение удовольствия, которым я заповедовал Всевышний, чтобы я получил удовольствие от изучения Торы. С чем это можно сравнить, чтобы это было как-то более понятно? Существует понятие «Онекшабас» «Удовольствие от Шабата». Внутри понятия «Удовольствие от Шабата» входит понятие получения удовольствия от еды, которую ты ешь в Шабат в качестве Митсва Шабатной трапезы. Когда человек получает удовольствие от Шабатной трапезы и ест какую-то вкусную еду, то он выполняет Митсву «Онекшабас». И если он ест без удовольствия, то Митсву «Онекшабас» получить невозможно, Потому что митсву, он их шаббас, получить удовольствие от еды в шаббат. Человек, который просто не ест, потому что есть митсва, в шаббат кушать и получать удовольствие, а в тот же самый шаббат, он просто, поскольку любит пожрать, нравится ему это дело, то он сидит и набивает себе брюхо до отвала. Не из-за того, что он сейчас делает митсву, кушать в шаббат и делать трапезу в шаббат, а просто потому, что он хочет пожрать, и он получает от этого удовольствие. Один, два человека, которые съедят одно и то же количество и одну и ту же еду. Один для того, чтобы просто пожрать, а другой для того, чтобы выполнить митсуонных шаббас. Один получает награду за исполнение митсу, другой же, другая ситуация. С Торой то же самое. Один человек, который учит Тору, потому что Всевышний дал заповедь изучения Тора и получать удовольствие от этого процесса, и он учит, поскольку Всевышний дал эту митсуон, и получает удовольствие, поскольку это заповедь Всевышнего, ему нравится процесс изучения Торы, получает награду за лима Тора Лишма. Другой человек, который учит Тора, потому что ему нравится, там хорошие вопросы, хорошие ответы, можно развить свой разум, получить массу удовольствия от этого. А то, что это митсуон даже близко не понимает, например, сидит без кипы, твилин не надевает с утра и так далее, я беру специально крайние примеры, то этот человек не получает награды за митсуон изучения Торы, удовольствие он получит. Поэтому Гаон здесь не говорит, не дай бог подумать, что человек... Две ошибки, которые здесь могут быть. Первое, что если к человеку приходит Ецар Гора и соблазняет его на учебу Шилоли Шма, то в этой ситуации не надо учиться. Этого не говорил Шлома Амеллах. Надо учиться. Но надо прибавить Сифра и Мусар, чтобы добавить себе Ират Шамаем, для того, чтобы твой лимут Тора было Лишма. И второе, само понятие Лишма. Может сложиться впечатление, что получение удовольствия от изучения Торы – это что-то неправильное. Нет, это правильное. Но есть разница. Человек учит Тору, чтобы получить удовольствие. Или человек учит Тору, поскольку есть заповедь Творца, учит Тору. Изучая Тору, есть заповедь Творца, получать удовольствие от этого изучения. Разница, несмотря на то, что это немножко тонкая граница, разница между этим огромна. И это то, что нужно было здесь, как мне кажется, эти две ошибки подчеркнуть. Одну из них подчеркнули нам уже комментаторы и сам Гаон в списке ошибок. Вторую мне пришлось без Гаона сказать, потому что это написано в Игло-Италии, это написано во многих других книгах. Думаю, что мы можем... более или менее понятно пришло. Я так думаю, можем перейти к следующему посылку, четвертый номер. Который говорит, что не домогайся явствово, ибо то хлеб обманчиво, это третий посылок, как мы сказали. Устремишь глаза твои на его богатство, и нет его, ибо сделает себе крылья, и как орел полетит по небу. На Лошин-Кодыш это звучит... Аль-Тига-Лега-Ашир-Мибина-Тех. Мибина-Теха-Гада... А, я пришел по-русски. Сразу еще следующий посылок. Не дотрагивайся до... Не мечтай, не домогайся, наверное, вот так вот, чтобы разбогатеть с твоей маленькой биной, с твоим маленьким разумом. Что это значит? Я не помню, читали ли мы на эту тему Мальбима. Скорее, да, чем нет. Но очень тяжело так вот пришлось нам делить. Поэтому я хотел бы... Посылок номер четыре. Да. Мальбим говорит, после того, как нам было заповеданным, Шлом Амеллах нам дал совет, чтобы не тянуться вслед силам Таевы, для того, чтобы наедаться и нежиться, после этого нам дается еще один совет, чтобы мы не тянулись за богатством, за тем, чтобы разбогатеть, собрать богатство. Что посредством этого человек перестает заниматься, думать о Торе, поскольку у него перед глазами много-много сверкающих и так далее, бриллиантов. Поэтому не надо тянуться к этому, чтобы разбогатеть, потому что тем самым ты обеднеешь, оскуднеешь от своих знаний, от своей бины. Потому что, как сказано в Перкеавод, человек, который много занимается скурой, много занимается купечеством, продажей и торговлей, то от него Тора немножечко отвернется. Потому что о Торе сказано, что она не на том берегу моря, для того, чтобы надо было перейти в море и достигнуть ее. То есть, простой пшат того, что здесь сказано, что если человек уделяет слишком много времени материальному, не только еде, про еду мы уже поговорили, но материальным вещам, связанным с желанием разбогатеть, желание, которое нормальное желание у человека, в основном исходит, понятно, что от Ецар-Гары. Но человек должен знать, что когда он пойдет на поводу этого желания, это приведет к ослаблению понятия бины, то есть ослаблению разума и знаний Торы. Это пируш Мальбима. Теперь переходим к Гаону. Гаон говорит, что мы уже с вами сказали, что есть три части, которые есть у человека, три удовольствия. Ареф, удовольствие Гано, Моиль и Тоф. Хорошо и Моиль. Моиль это достижение чего-то. Это три вида удовольствий. Когда человек учится ради удовольствия, которое называется Моиль, первые два мы уже перечислили. Удовольствие время учебы и что ему будет хорошо после учебы. То есть стать рабом и удовольствие от учебы, потому что мне нравится учиться, это единственное, из-за чего я учусь. Теперь. Но когда человек учится ради того, чтобы понятие Моиль, то есть, он хочет, чтобы у него было какой-то эффект от учебы. Хочет достигнуть богатства в учебе. Гаон объясняет все эти псуки, что Шлома Меллах нам говорит об изучении Торы. Итак, мы берем Рувена, который учится Торе. Первые два варианта уже пройдены, поскольку ему нравится, это единственная причина. И вторая ради того, чтобы стать рабом. Эти два варианта, за них мы уже отсидели. Третий вариант. Он учит, потому что у него будет от этого какая-то польза. Польза, естественно, не в богатстве, потому что от изучения Торы богатство, как таковое, маловероятно, что оно возможно, но мы сейчас это не обсуждаем, это другая накуда. А он учит для того, чтобы собрать как можно больше Торы, Шмот, Галахот, то, что было услышано, Галахот, который есть, для того, чтобы их знать. И для этого он учится, для того, чтобы у него было, чтобы это ему помогло, то есть он учится для того, чтобы много знать. Во время изучения Торы не получает от этого удовольствие. Не это имеется в виду. То есть Муиль – это конечный результат, результат знания, а не результат получения удовольствия во время учебы. Его мы разобрали, две стороны этого удовольствия, к этому мы не возвращаемся. Об этом, говорит Гаон, я рассказал уже в прошлом посуке. А теперь мы говорим о другом. Человек накапливает в себе знания, не для того, чтобы он стал рабом, и ему дали высокую зарплату, а для того, чтобы много-много знать. Об этом говорит Шлома Амелых совет. Не тянись к тому, чтобы разбогатеть, то есть слишком много выучить. Потому что в этом случае Мибина Тейха, адбины, от того понимания, которое у тебя есть, когда ты учишь какой-то масекет и знаешь его целиком, и из него ты можешь выучивать и выводить какие-то законы. Но когда ты учишься для того, чтобы набрать как можно больше, то от этого ты обеднеешь. То есть у тебя не останется той торы, которую ты выучил. Человек должен учиться таким образом, чтобы выучивать, конкретный кусок выучивать до конца, а не так, чтобы набрать, 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 нахвататься и постепенно забывать, поскольку ты не повторил, поскольку ты набрал больше груза, чем можешь сейчас вытащить и так далее. В этом ситуации это новый совет. Не учи тору таким образом, чтобы достигнуть понятия Муиль, что у меня есть вся тора, я могу рассказать, что я выучил ее всю, а на самом деле вот не совсем я выучил. Я учил всю, а сколько выучил, это от Шейла. Здесь есть достаточно тонкая граница, потому что очевидно, что нельзя все время учить один и тот же кусочек. Потому что человек, который учится один и тот же кусочек, это тоже достаточно проблематично. Он так и его и знает, кроме того, он скиснет, потому что он его уже выучил и дальше не двигается. Здесь я не знаю, говорил я об этом или нет, но я, наверное, скажу сейчас. Мне кажется, что на каком-то уроке, но не уверен, что по Мишле мы этого касались. Есть Мишнов-Перкеавод, которая говорит, что человек, который Шохея Хадеа Тор, человек, который забывает Тору, он Митхайя Бенавшо, он несет наказание, то есть он как бы, его можно убивать. Мина Шама его можно убить, если он сидит и забывает Тору. Это Мишнов-Трактати-Перкеавод. И на эту тему есть небольшой лихой Рамахлокис, на первый взгляд. Давайте его попытаемся обсудить. Во-первых, все комментарии Майораль, Бартинора, все комментарии, которые существуют, говорят о том, что речь идет о человеке, который сидит и специально забывает то, что он выучил. То есть он выучил что-то, он это знает, потом по какой-то причине он хочет это забыть. По какой причине он может хотеть забыть? Сейчас не так принципиально, но речь не идет о чем-то позитивном. Речь идет о том, что человек вот решил, что все надоело, и этот, вот больше я этого не хочу, и я хочу забыть и заняться чем-нибудь другим. В этой ситуации человек, который Митхарет, что он выучил этот кусочек и пытается его забыть, он Митхеев Бенавшо, его душа бессмертная подлежит некоторому уничтожению. Но человек, который забыл, говорит Бартинора, Мехамад Шахиха, например, он состарился, он стал забывать, поскольку старческий эсклероз отягощенным старческим маразмом, и поэтому он забывает то, что он выучил. Этот человек анус, случился онус, он вынужден это забыть, он не смог этого помнить, и об этом человеке не сказано, что он Митхеев Бенавшо. Это стандартный комментарий, который пишут все комментарии без исключения, и здесь есть такая шутка по поводу того, что одного дяденьку спросили, старенького дяденьку, спросили, что лучше, склероз или маразм. Он отвечал, что склероз лучше, потому что ты забываешь, что у тебя маразм. Но когда речь идет не о склерозе и маразме, а не о том, что человек по старости или по болезни или по какой-то причине забывает Тора. Кстати, в Геморре есть история про человека по имени Рафьосиф, который был учителем Рова и Абая, который в старости заболел, и часть Торы, которую он знал, часть Торы, которую он выучил, от него забылась. И есть несколько мест в Геморре, когда он продолжал вести уроки, то есть не то, что у него не было склероза такого настоящего, он помнил, дай Бог, каждому, но какие-то кусочки Торы у него забылись. И во время занятия Торы ему Абая говорил какой-то, например, какую-то вещь, и он несколько раз удивляется и говорит, я ни разу не слышал такой галахи. И Абая ему отвечает, ты ее учил нас, и так ты ее учил. Например, там был какой-то вопрос, который возникал, и Рафиосиф ему сказали от имени Раби Йохана какую-то галаху, он сказал, что я не слышал, что так Раби Йохан он это обучал. Говорит ему Абая, ты нам сказал, и так ты нам сказал, какая галаха. И ему напоминает его Талмудо. Понятно, что Рафиосиф не идет речь, что он Митхая Банавшо, что он должен, повинен в смертной казни за то, что он забыл, потому что, ну, случается, что люди забывают, не забывают, невозможно, к сожалению, к счастью. Речь идет о том, говорит Бартинора, что человек сознательно сидит и забывает какую-то Тору бемезет специальным образом. Теперь вопрос. Если человек учит Тору и знает, что то количество Тора, которое он выучит, такое огромное количество, он наверняка что-то забудет. Неправильно ли ему сделать так, чтобы он учил какой-то маленький кусочек, постоянно его повторял и знал, что он его точно не забудет, и тогда не будет опасности, что его будет называть, что он Митхаев Бенавшо, что он рискует как бы своей душой тем, что он сознательно забывает Тору. На эту тему Лихойра, на первый взгляд, есть Махлокис, очень трудно его определить, я не стопроцентно уверен, что я определю его правильно совсем, но Шульханур Баальтани считает, что человек должен один раз пройти всю Тору, весь Талмуд, в обязательном порядке, а в остальное время учить только ту часть Тора, которую он в общем знает, что он не будет забывать, и будет повторять ее из раза в раз, для того, чтобы эта часть Тора была стопроцентно с ним, но один раз всю Тору надо пройти. Лу-Мадзе, Ревхайм Воложин, ученик Вильнюсского Гаона, пишет о том, что человек должен все время учить Тору и не бояться того, что есть какой-то кусочек, который он забудет, оперирует тем, что Мишина говорит, о человеке, который забывает специально, человек, который учит, постоянно повторяет и так далее, если какая-то часть Тора забудется, это происходит почти со всеми, то он забудется, он не виноват, он не делал это специально, но нельзя из-за этого ограничить и не учить всю Тору, потому что я буду забывать. Но Гаон Бивильна здесь нас предупреждает, что не надо учить Тору для того, чтобы накапливать сбережения, накапливать богатство. Первая часть, первые два пасука, которые мы учили, рассказывали нам, как надо кушать, не для того, чтобы кушать с Таевой, для того, чтобы учить из Таевой, а не по какому-то другому. Нет, надо учить из-за того, что я учу Тору Лишем Шамаем Лишма и учить книги Муцара для того, чтобы Лишма росло, для того, чтобы Ират Шамаем росло. Я не должен Ким Иван учиться для того, чтобы стать Равом, но если такая кавана у меня в голове и Этергора мне это мешает, это не повод для того, чтобы не учиться, потому что это отличный повод взять и перестать учить Тору полностью, потому что я не в состоянии ее учить Лишем Шамаем, поэтому не буду не об этом говорит Шлома Амеллах, так случилось, и Гаон не об этом говорит. И, наконец, третье, последнее. Человек, его Этергора говорит, учи как можно больше, накапливай, чтобы ты все знал, и вот тогда ты выучишь все, и все будешь знать, и вся Тора будет у тебя в кармане. Здесь человек должен останавливать себя и учиться с той скоростью, с которой он в состоянии постигнуть, чтобы его бина, его разум был в состоянии быть вместе с ним, а не накапливать такими кусками, которые он все равно вынужденно забывает. И это, естественно, не противоречит тому, что я только что сказал от имени ученика Гаона Рабхайм Воложенера, что человек не должен ограничиваться каким-то одним, двумя кусками Торы из-за опасения, что он все забудет. Он должен учить все Тору, но делать это с той скоростью, чтобы ему было возможно это постичь, таким образом, чтобы у него укладывалось это, чтобы его понимание не отставало от его количества информации, которое он накапливает. Каким способом это учить и так далее, это, во-первых, индивидуально, во-вторых, понятно, что не можем учиться индивидуально, в этом есть свои минусы, потому что мы должны связаны с какой-то киелой, с какой-то общиной, обычно учиться с той скоростью, с которой учит Ешива, с той скоростью, которую учит группа, но при этом нужно выбирать тот ритм, то количество и то качество, которое будет соответствовать пониманию, пониманию большинства находящихся в этой группе, а не накапливать, 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 как богатство, которое будет рассовано по карманами, по сундукам, и это то, о чем говорит Шлома Меллах в этом пасуке «Олфи Гаон Мивильна». Вот, в Изра Дорщем мы можем перейти к следующему, который, в общем, немножко продолжает предыдущий. То есть, в прошлый пасуг нам сказал, «Не вожила явств его, и во это хлеб обманчивый, не домогайся разбогатеть, остав свою мысль. Устремишь глаза на богатство, на то, что ты накопил, и нет его, ибо оно сделает себе крылья, и как орел полетит к небу». Это «Олфи Гаон». Мы продолжаем. «Олфи Мальвим», я даже не знаю, надо нам этого касаться или нет, может быть и да, но, по-моему, мы это прочитали. По-моему, мы это читали, поэтому попробуем сразу же обратиться к Гаону, который объясняет. Это продолжение прошлого пасука, и он говорит, что если ты накапливаешь богатство, то обратишь ты на его глаз, и вот ему нету. Потому что сделал ты, и сделаны ему, ему этому богатству, сделаны крылья, как у орла, и он на этих крыльях улетит куда-то далеко. Объясняет Гаон, что когда ты будешь делать, как твоя плохая мысль, мысль, которая говорит, копи, тогда не будет, у тебя ничего не останется, потому что все улетит от тебя, и не останется в твоей руке ничего. Имеется в виду, что три части Торы, это письменная Тора, устная Тора, и тайны Торы, Кабола. И в соответствии с них есть, когда-то мы обращались к этому пасуку, чтобы объяснить какой-то другой, но для них, среди них, параллельно, им существует три уровня, а именно небо, земля и воздух. Письменная Тора это земля. То, что находится ближе всего к земле, это письменная Тора, что она была дана на земле. Тора Шабальпе, устная Тора, это то, что входит, и надо посадить в наших сердцах, и в сердце каждого и каждого, и на земле от устной Торы нету ничего. И это то, о чем сказано. То, что дал нам Ашернатанлана Тора Темес, это кусочек из Сидура, из тех брахот, которые мы благословляем на Криада Тора, на чтение Торы, мы говорим Ашернатанлана Тора Темес. Это Тора Шубихтав, это письменная Тора. Продолжение брахи. И жизнь вечную ты посадил внутри нас, это Тора Шабальпе, которая не находится на земле, как письменная Тора, которая взят клав, кусок пергамента, на ней написаны какие-то слова Торы, и это становится Тора, которая вот она, на пергаменте, на земной части. Но устная Тора, она находится внутри человека, потому что устная Тора, она находится внутри рта человека, который ее произносит. Я не приготовил Мишну Бруру, поэтому Бальпе, я, честно говоря, не очень знал еще точно, о чем я буду говорить во время урока. Когда в Галахот благословление на Тору, Мишну Бруру, оставим Гаона, сейчас Мишну Бруру приводит вильнюсского Гаона, но Мишну Бруру пишет, Шульханорок пишет, о том, можно ли или нельзя учить Тору, не произнося словами. То есть, можно ли без брахот на Тору думать слова Торы или нельзя? Говорить слова Торы, не благословив на Тору, понятно, что нельзя. Можно или нельзя доброход на Тору думать слова Торы, размышлять о словах Торы. И с чем это связано? С тем, что митцевое изучение Торы, ее нельзя делать доброход. Вопрос, когда я думаю слова Торы и не говорю, является митцевое изучение Торы или нет? Другой пример, продолжающий ту же самую линию. Есть такой Шульханорок, Шульханорок есть Шульханорок Рафиосиф Харо, есть Сороха Шульхен, есть Шульханорок Арав. Шульханорок, который написан Баальтанией. Там Галахот Талмутойра были написаны до всего Шульханорок, он не написал весь Шульханорок, он только части его написал. И это не совсем как бы Шульханорок, это Шульханорок, включающийся комментарий, который изложен в строчку на более простом языке для того, чтобы это было легче читать. Но некоторые из них при этом, например, Галахот Ниды с комментариями Контр-Сахарон, которые написаны, они очень мало читабельны, очень-очень сложные, написаны очень глубокие. А некоторые написаны очень простым языком и ясным, как, например, Галахот Талмутойра. Это одна из таких мест Галахи Талмутойра, которая, наверное, лучше всего написана из всего, что изложено вот таким вот простым, четким языком. И в Галахот Талмутойра Он пишет, что нельзя учить Тору, не произнося слов. Одна из вещей, которую человек обязан делать, это произносить слова Тора. Это, на самом деле, написано и в Мишнебруре. Мишнебрура приводит это от имени Ахроним. Скорее всего, тоже Шульханур и Арав. Но это начинается еще в Геморе. Гемора выясняет, в каких местах можно обсуждать слова Торы, в каких нет. Например, в бане есть место, где можно думать слова Торы, но нельзя их произносить. То место, где обычно люди находятся одеты, иногда раздеваются, раздевалка, я знаю. Там можно думать слова Торы, но нельзя произносить. Внутри самой бани нельзя ни думать, ни произносить и так далее. Существует даргот, мадригот, ступени в том, что называется изучение Торы. Но икор Толму Торы, главная часть Толму Торы, это прямо как сказано, Тора, Ше, Бе, Аль, Пе. Тора, которая находится в устах. Она не находится ни на земле, нигде. Она находится вот здесь, во рту. Торой она становится в тот момент, когда человек произносит эти слова. Есть такая гемора. Некоторые представители Эрицы Сроэль, Толмуда и Рушалми, они называли бавлейцев типшим, дураками. Есть гемора. Что в Бавеле есть такие глупцы, которые встают при Сейфер Торе и не встают при Толмитхохаме. Они не понимают, что Сейфер Тора это только написанный кусочек, а настоящая Тора это Толмитхаха, мудрец Торы, который весь наполнен этой Торой. Так вот, это то, о чем говорит сейчас здесь у нас Гаон Мивильна, который говорит, что Тора Шеба Альпе, она насажена в наших сердцах, как мы говорим в Брахот, «вэхая ойлам нотэ бетэхэйну». «Вечную жизнь ты посадил внутри нас». Это Тора Шеба Альпе, которая находится в устах. Уста, понятно, что связаны с сердцем. Человек сердца, то на языке. И так далее. Садот Тора. Наконец, третья часть Торы. Садот Тайны Торы. Торот Эмес ее называют, Балей Кабола, называют ее Торот Эмес, Тора Истины, или Тора Бакабола, и так далее. Вот эти садот Тора, они находятся на небесах. То есть, их невозможно самому придумать, невозможно самому извлечь. Есть вещи, которые человек может из Тора письменной вытащить, и выучить, и дойти до Галахи. Но садот Гатора, что это означает на уровне сот? Тот, это только должно быть получено сверху вниз по Кабола. Бакабола, то есть, от Маширобейну и до нас, доходит от человека, от учителя к ученику. Поэтому мудрец Тора называется на иврите не Хахам, а Талмит Хахам, тот, кто учился у Хахама, потому что должна быть цепь передачи этой Торы. И вот эта вещь, эта часть Торы, про которую говорит Гаон, что она находится Башамаем, она исходит с небес. И об этом сказано Гитаефа и Нейха. Ты только поднимешь, моргнешь глазом, а это говорится про письменную Тору, которая зависит, связана с Раойой, с тем, что ты видишь. Мы уже с вами обсуждали, это я точно помню, что я говорил, несмотря на склероз, что есть Тора Шеба-Биктав, которая связана с Раойой, с видением, и Тора Шеба-Альпе, которая связана со слухом. Ее надо услышать. Так вот, Тора Шеба-Альпе, она соответствует второму имени сына Якова Шимон, от слова Лишмо, а первый сын Якова его зовут Рувен, от слова Лирот, от слова Видеть. Поэтому письменная Тора, она дается через Раая. Разница между Видеть и Слышать в том, что видишь ты всегда одновременно всю картину, одним взглядом ты сразу же видишь все, потом можно посмотреть на детали, всматриваться в какие-то вещи, но видно сразу одновременно. Шмия услышать можно всегда только постепенно. Буква за буквой, звук за звуком, и сложить уже с помощью своего разума. А разум, как мы тоже знаем, связан с сердцем. Рахмона Либабая, Тора требует сердец. Поэтому это можно услышать. И то, что все время сказано в геморе Талмуд Бавли, все время говорится Та Шма, пойди и услышь. В геморе, в Зохоре говорится, Тахазай, пойди и увидь. Поскольку это вещь, которую тебе показывают, в отличие от Тора Шебальпе, которую ты должен услышать. Она дается постепенно через слух. И вот здесь сказано, что Тора Шебектаф, она связана с тем, что ты видишь, а видишь ты то, что находится на земле. Поэтому она связана с землей. Как сказано, Рашембе Хохма и Сатарец. Это цитата, такая тоже одна из известных цитат, которую на самом деле мы видели в Мишле, в третьей главе, когда-то давно, что Всевышний мудростью установил землю. Мудрость – это мудрость Тора Шебектаф. Тора Шебектаф соответствует понятии Хохма, Тора Шебальпе – понятие Бина. И дальше сказано, Ты моргнешь глазом, а у этой Торы, которая на земле, привязаны уже приделанные крылья. Потому что здесь начинает говориться про Тору Шебальпе, про устную Тору, которая находится в воздухе. Как воздух – это то, что выходит из рта человека, который говорит эту Тору. Когда он говорит, из него выходит рог, дуновенье. И вот сказано, что у Торы есть Кнафаем, у нее есть крылья, потому что Мишна, в ней нет тама. Когда ты учишь Мишну, в ней нет смысла. Ты не понимаешь, что там написано, это невозможно понять. И поэтому она очень легко забывается. Ты можешь вызубрить ее наизусть, но она забывается, поскольку нет логики. Логика начинается с геморрой. Поэтому здесь сказано, что он ее сделал, уже сделал крылья. То есть Мишна сделана таким образом, что ее свойство – это забываться. А это Тора Шабаальпе. Это Тора, которая не должна быть написана. Ее разрешили писать, потому что мудрецы увидели, что поколение такие все слабеет и слабеет, и склероз все растет и растет. Поэтому дали разрешение на написание Тора. Это Граатша, это указание на время. После прихода Машеха, когда Баезра, Дашем, Шахиха забывчивостью идет из мира, то та часть Торы, то, что мы будем учить, мы будем учить только Баальпе, кроме письменной Торы. После Мишны идет Гемора, которая, если ты ее понял и привел до состояния полного разума, проанализировал, проучил, то ты уже понимаешь смысл каких-то постановлений, и ее уже не так легко забыть. Поскольку в тот момент, когда ты над ней просидел и учил, во-первых, это занимает время, а во-вторых, и в главных, дело не только во времени, а в тот момент, когда человек понимает смысл какого-то явления, то это становится понятным, ясным, и оно остается. Можно забыть какую-то деталь, и это очень часто случается. Но деталь можно потом подсмотреть по какой-то книге. Но смысл того, что человек выучил, он всегда остается. Поэтому Марша пишет, что человек, Марша это один из комментариев практически на Гемора, но в основном его работа комментировать Тосфос, он пишет в одном месте, я сейчас не помню где, он пишет, что человек, который не знает Таам Месвод, то есть не выучил Геморру, а пришел к знанию Галахи из Шульхоноруха, то есть просто в результате Секума, вот здесь можно, здесь нельзя, каких-то подобных книг, которых сегодня тьма тьмущая, то он не имеет права левсо Галаха, он не имеет права сказать как Галаха даже самому себе. Не то, что отвечать на вопросы других людей, он не может указывать даже самому себе, потому что не зная смысла этой Галахи, человек может не увидеть разницу между той историей, которая есть на самом деле, и той историей, которая описана в книге. Ему покажется, что это абсолютно одно и то же, идентичная история, он может точно, на сто процентов сказать, но не понимая смысла этой Галахи, Маарша пишет, что этого нельзя делать. Я слышал, я не знаю, насколько это так, но я слышал, что Маарша жил до написания основных комментариев на Шульхоноруха, Шахтас, Маген Авраам, Маген Авраам, Маген Авраам, что после того, как написаны вот эти вот комментарии и смысл Пса Кашульхоноруха, они объяснили вкратце, что это не так, что мы можем воспользоваться комментариями, которые в общем приводят более или менее таам этого из Гемора, может быть, даже иногда цитируя Гемора, иногда не говорят, что это Гемора, но объясняют смысл каких-то вещей, что поэтому сегодня можно ли в СОК с помощью Мишны Брура, Маген Авраам от тех комментариев, которые уже составлены таким образом, чтобы облегчить нам задачу, но это только потому, что нам даются эти таамими, они как бы вставляются в Шульхонорух, благодаря чему мы можем сейчас это делать, потому как поколение все ниже и ниже становится, и нам нужна все больше и больше помощи, но все равно главное, что помогает запомнить, это то, что понять смысл этого явления от начала до конца, и это главное, чем учат в Ешивах, несмотря на то, что там учат иногда Масыхтод, которые к Галахе имеют очень маленькое отношение, я, например, приведу пример, что как-нибудь Ешивабрис, который сидит и учит целыми днями, трактат Котшим о жертвоприношениях, который сегодня очень трудно понять, какое это имеет отношение к какой-нибудь Галахе, но тем не менее, выучив эти трактаты, человек начинает мыслить со всеми другими Масагим, другими понятиями, поэтому вот эти вот сами понятия у него остаются, и способ мышления у него остается, тем более люди, которые учатся, то, что принято учить в литовских Ешивах, учат в основном Седер Нашим и Назикин, материальные ущербы и законы, связанные с свадьбами, разводами и так далее, поскольку через эти законы он приобретает понимание, общую картину понимания того, что такое Торо Шиба Альпе, то поэтому, говорит Гаоль Мивильна, когда человек выучивает Гемора, он уже знает, о чем идет речь, это есть понимание, и поэтому он уже не забывает так быстро, как если бы он учил только Мишну, потому что каждая вещь, когда известно Таамо и Немуко, его Таам, его Немуко, углубление, то в этом случае уже что-то остается на совершенно ином уровне, и об этом сказано Яасе Кнафаем, что этой Тори будут сделаны Кнафаем, то есть, если человек чересчур увлечется и не сможет ее нормально постичь, что у нее тоже будут крылья, и она как орел улетит на небеса, это говорится уже о третьей части Торы, которая соответствует небесам, мы договорились, что это речь идет о Каболе, то есть, о скрытой части Торы, о понятии тайны Торы, что оно нисходит с небес, и здесь сказано Кнафаем Кенешу, что у него будет крылья какого? Орла, который летает на небесах, как сказано Киоба Шамаем и Лиха да Коль, что птица небесная будет переносить голос, да, нести голос, это сказано в книге Кагелета, некоторые люди думают, что речь идет о том, что сплетни, которые я скажу, и Лошенгору, которые я скажу, и тайны, которые я скажу, перенесет птица, Гаон объясняет, что смысл этого пасука говорит о том, что человек, который перегрузил себя выше, чем он может понять Торо и Шиба, Торо и Сот, Торо и Сот, тайной частью Торы, она улетит от него, как будто бы орел, у которого есть крылья, и это Садо Дра Тойра, Балькена Фай, Мегид Давар, и последнее, что существо с крыльями скажет какую-то вещь, это Динем, их душей Тора Шиба Альпе, это уже законы, которые выведены из всей Торы, которую человек учит, и техи душам Тора Шиба Альпе, эти новые вещи в Торе, которые открываются через данного человека, если он перегружает себя и делает это не тем способом, не с недостаточным повторением, чересчур быстро и так далее, то этот человек будет терять все эти вещи. Таким образом, это является продолжением предыдущего пасука, и вместе эти два пасука говорят нам, что человек не должен гнаться за богатством, и так, как объясняет Гаон, здесь речь идет о духовном и нематериальном богатстве, то, что не надо гнаться за материальным богатством, это нам написал Мальбим, что оно будет мешать изучению Торы и знанием Торы, и пониманием его, и что Тора находится не за морями, поэтому не надо слишком много заниматься переходами из места на место, чтобы понять Тору, купечеством, торговлей и так далее, сиди на месте, учи, и этого достаточно. Гаон переводит это в другую плоскость, в плоскость того, что мы говорим сейчас о Митцве Талмут Тойра, о том, как человек хочет стать мудрецом. Если раньше говорилось о двух удовольствиях от изучения Торы, стать равом и просто балдеть от изучения, о которых он сказал, то, что мы уже обсудили, то сейчас говорится о третьей части, части, которую человек хочет накопить Тору ради Торы, для того, чтобы он был просто, действительно, вся Тора была у него. Здесь надо делать аккуратно и делать постепенно, для того, чтобы не перегрузить, потому что Мишна, если ты выучишь всю Мишну, то она убежит от тебя, поскольку ты не понимаешь смысла того, что здесь сказано. Если ты начинаешь учить смысл, то уже меньше будет забываться, и чем глубже ты учишься, тем больше у тебя остается. Но Гаон здесь нас призывает учить Тора до такой глубины, чтобы, несмотря на то, что ты не сможешь сходу охватить все, во-первых, у тебя хватит времени без рада Ашем, а если нет, то помнишь, что не тебе закончить работу, но не ты свободен от того, чтобы от нее отказаться. Твоя задача накапливать, накапливать постепенно с той скоростью, чтобы это успевало перевариться и прижиться и осесть внутри человека. Вот. И последний пасук, который, я думаю, что мы успеваем, это пасук, который говорит «Не вкушай хлеба недоброжелательно, не желай явствого». Мы уже объясняли, что означает этот пасук по Мальбиму, обсуждали проблему, по-моему, Айн-Гара, но сейчас в двух словах Гаон, очень короткий комментарий, он говорит, что сейчас мы относимся к третьей части того, что возникает во время удовольствия, желаний, добра, которые человек хочет от изучения Торы, это понятие ТОФ, о котором мы говорили раньше. ТОФ – это объяснение, я напоминаю, что Гаон сказал, что есть слово ТААМ, вкус, которое является аббревиатурой трех слов. ТОФ – хорошо, ОРЕФ – удовольствие, иммуиль достижения результата. Он говорит, что сейчас мы говорим про слово ТОФ, которое переворачивается в РА, которое переворачивается в ЗЛО. И мы сейчас говорим, что не надо учить ТОРу у такого человека, глаз которого является дурным глазом, и человек не хочет учить, а только для того, чтобы заполнить свои уголки своей души, для того, чтобы, короче говоря, здесь речь идет о преподавателе. Преподаватель, у которого я учу, это не должен быть преподаватель, который называется РА, который учит для того, чтобы достичь чего-то для себя. Либо для зарплаты, либо для того, чтобы его похвалили, либо еще для какой-то цели. Человек должен найти, у кого учиться. Но на эту тему, наверное, все-таки, поскольку у меня время истекает, то я поговорю в следующий раз, если не забуду вернуться к этому вопросу. А сейчас спасибо за внимание, до новых встреч, в эфире. Всего доброго. Шаву Атов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok